Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. Мы продолжаем в рамках рубрики «Случайно визуальная новелла». Прочитывание визуальной новеллы, которая попалась в наши потные ладошечки, которая называется «Восприятие мертвых». Мы практически видим обнажившуюся полу-полугрудицу призрака. Она вас возбуждает, деточки. Похоже, после этого у меня будет другая работа. Сниппи. Она щелкает та же, как и раньше, не обращая внимания на мои попытки заговорить с ней. Это хорошо. Это значит, что она пассивный преследователь. Не нужно ее убивать, она исчезнет и естественным путем. Я отвечаю на звонок и жду слов. Момент молчания. Эм, это парень из дома Диланов? Я сразу узнаю голос и бросаю трубку. А ее стук раздается спустя мгновение. Я слышала, как звонит твой телефон. Ты ответил в то же время. Может, она где-то достала мой номер, идентифицировала ID или что-то в этом доме. Может, она сама не понимала его значения. Откуда у меня мой номер у тебя? О, сохраняешь налет таинственности? Разве ты не должен иметь какую-нибудь линию типа «Дя-Дя-Фатан» или вот того? Нет, предполагается, что это скажет звонящий. Черт. Я только что сказал ей это. Ох-ох. Пока я думал, что делать повисла нелегкая пауза. Могу я войти? Странно говорить об этом из-за двери, когда ты стоишь здесь. Я скривился, но впустил ее. Как ты узнала мой номер? Я читал об этом на четыре чан. Я не была уверена, что это ты. У меня были подозрения с того момента, как ты приехал. Кто-то разместил мой номер на фу-чан? Совсем не похож на городскую легенду. Что? Не рассчитывал увидеть черного парня? Хе-хе, ну, я ожидал, что это кто-то будет высоким и темным, поэтому, полагаю, в некотором смысле я оказалась права. Это смело, расистка, блин. А почему ты это делаешь? Потому что я надеюсь, что ты почувствуешь себя некомфортно и уйдешь. Итак, это правда? Здесь что-нибудь есть? Я практически развернулся, чтобы проверить девочку на потолке, но не отводил взгляд. Ничего такого, о чем жильцы могли бы беспокоиться. Это уклончивый ответ. Ты уйдешь, если я дам тебе немного информации? Да, ну, наверное. Это зависит от того, что ты мне скажешь. Я так и думал. Я спиритуалист, работаю на людей, которые считают, что у них завелись призраки. Я накидываю капюшон. В соответствующую атмосферу я произвожу более устрашающее впечатление. Кольцо девушки побледнело. Эм, без шуток. От капюшона я украл с тела одного серийного убийцы. Его психический остаток переполнен аурой насилия, которая вызывает страх. Это долгая история. Что еще ты хочешь знать? Они настоящие? Да, но они настолько редки, что ты не столкнешься даже с одним за всю свою жизнь. Это была половина правды. Ей не следовало знать. У нее отсутствовало спиритическое восприятие. Ложь заключалась только в необычных звуках девушки на потолке. О, изочарование. Хорошо. Осталось совсем немного, чтобы она заскучала и ушла. Она кидывает взглядом дом, досада расплывается по ее лицу. Значит, нет. Почему она остановилась? Я проследил за ее взглядом, устреленным к девушке на потолке. Щелканье усиливается. Эт, резак бьется в яростной судороге. О, нет. Она видит это, а это видит ее. Вдруг она бросилась на нее, дико размахивая когтями, приближаясь рваными движениями. Страх овладел голосом девушки. Должен ли я убить ее? Нет, она ведь почти безвредна для всех, если только одна вещь, которую нужно сделать. Я рычу. Я чувствую, что мое тело начинает съеживаться. Я всегда это чувствую, когда рычу. Честно говоря, до сих пор даже не знаю, что я на самом деле делаю. Но я чувствую, что умираю. Совсем немного. И давайте просто скажем, что когда я на самом деле умру, в наказании я буду преследовать своего преемника. Девушка на потолке останавливается на своем пути. Пауза. И она отступает, садясь за телевизор, откуда она смотрела на меня раньше. Я выдохнул, когда моя душа вернулась на свое место. Позади себя я слышу, как кто-то отчаянно задыхается. Отлично, может паническая атака ее отпугнет? Медленно. Она поднимает руку, я слежу за ее пальцем. Она не указывает на девушку с потолка. Там кто-то есть. Я оборачиваю застекленные двери. Плотно прижатая к стеклу размытость. Это физиономия без каких-либо черт. Лица с длинными пальцами. Впервые за несколько лет я почувствовал, как моя кровь застыла. Нет. Все такое? В ее голосе все еще присутствует паника. Снова кричит. Заставь его уйти! Я попытаюсь что-то сказать, но слова застревляют в горле. Когда рука плавно скользит к дверной ручке, и та начинает поворачиваться. Я делаю выпад, чтобы повернуть замок на двери. Что случилось? Что это? Почему я не могу говорить? Снова кричит! Ручка перестает дрожать. Фигура отходит от двери, растворяясь во мраке матового стекла. Нет! Что нет? Она была в шоке. Это был ее защитный механизм. Хотелось бы, чтобы я мог так же легко преодолевать свой страх. Нам нужно выяснить, как отсюда выбраться. Я стал самодовольным. Даже самым жестким призраком, которым я столкнулся, за последнее время никогда не угрожал моей жизни. Почему? Ты не справишься с этим. Почему ты боишься этого, а не женщину с лезвиями вместе рук? Это вещь из нее. Я называю это Слендером. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, есть ли еще такие, как он. Слендер? Ты называешь его Слендером, как Слендермен? Я киваю, наблюдаю за движением за дверью. В прошлый раз я вздрогнув, подумав об этом. Я когда-то встречал кого-то вроде меня. Он убил их. Он не подчиняется никаким правилам. Это... В отдаленной части дома я слышу треск, а затем медленный оглушительный скрип. Она задыхается, а потом задерживает дыхание. Воцарилась тишина, даже щелчки прекратились. Он внутри. О боже, он здесь. Почему я вернулась сюда? Призрак на потолке поспешно удирает, торопясь выше под склону лестницы. Я пытаюсь успокоить свое дыхание. Медленно. Я наклоняюсь, заглядываю за угол. Вниз по коридору в заднюю половину дома. Неподвижный, словно могила. Силуэт вырисовывается в коридоре. Фак! Должен ли я двигаться? Может быть, мне нужно бежать? Решение было принято за меня, когда чья-то рука обхватывает мою. Силуэт исчез, и я чувствую, как кто-то тянет меня назад. Я разворачиваюсь, следуя за девушкой вверх по лестнице. Почему мы поднимаемся наверх? Оттуда же ведь некуда бежать. Было слишком поздно, чтобы передумать. Позади меня, в подножье лестницы, он все еще стоит, подобно камню. Бежим! Я бегу, срываясь в безопасной спальне и запираю дверь. О чем я думала? Я должна была просто продолжать бежать. Почему я остановилась? Почему я думала, что ты чем-то отличаешься от других? Что? Я думала, ты сильный. В смысле, ты сильный. И ты и так ясна. Ты способен так далеко путешествовать. Я просто взял самолет. Господи, такой сильный, ты можешь поддерживать уровень проявлений так долго, чтобы летать на самолете? Что? Я имею в виду, я могу оказаться в десяти милях от того места, где я умерла, в отличие от мальчика, которого съели эти существа. О чем ты говоришь? Я никогда не встречала такого сильного призрака, как ты. Я не мертв. Она внезапно останавливается. Ты не шутишь? Как ты можешь быть такими сильными, не сознавая, что ты мертв? Я не мертв. Послушай, не важно, что ты думаешь, потому что с минуты на минуту здесь появится эта штука. Она морщится, сдерживая слезы. Он придет сюда и снова убьет меня. Я не готова к этому. Умирать однажды уже было плохо. На мгновение внешний лоск исчезает. Я вижу ее. Окровавленную в ушибах. Она выглядела так, как будто ее сбил грузовик. Ты призрак! Осколки ударяются об мое плечо. Я оборачиваюсь, находя свой клинок в движении, которое возможно лишь с моей практикой. Тварь заполняет собой дверный проем, словно нагробный камень, и начинает двигаться. Словно масло, скользящее по горячей сковородке, тварь боком подступает, игнорируя меня, будто я ничто иное, как предмет мебели. Он подходит к девушке, и я слышу ее крик. Я кричу, реальность становится размыта, и обхватываю свой клинок. Лезвие яростно вибрирует, но я чувствую, как что-то поддается. Я чувствую это прежде, чем слышу. Крик, такой же, как и мой собственный. Я смотрю в замешательстве и ужасе, как поперек его лица. Разрывается шоу, затем я смотрю, как он расходится на части, открывая челюсть. Он двигается вперед. Мгновение ока, одним взмахом, мое оружие разбивается. А мир начинает вращаться, остановившись только тогда, когда я прилетел прямо в две шкафа, разрушив ее. Я вижу, как он бежит к девушке. Ее дух мерцает. Нет, нет! Только не снова! Я слышал щелчки и поворачиваюсь к углу шкафа. Мисс Ножницы, похоже, нашла место, чтобы спрятаться. Я слышу крик снаружи. Инстинкт направляет мою руку, обхватывая пальцами призрачное тряпье. Я замахиваю рукой и бросаю ее в направление Слендера. Тварь отталкивает ее, а лезвия девушки цепляются за белую плоть. Я тебе не позволю! Тварь медленно разворачивается, оглядываясь, словно смутившись. Я подхожу к нему, и кажется, что мой каждый шаг прижигает землю. Тварь отступает назад, все еще храня молчание. Я не понимаю, что я делаю, я протягиваю руку и просто касаюсь этой твари. Волны света и цвета окутывают всю тварь, импульс пульсирует, цвет существа медленно изменяется, чтобы соответствовать окружающему миру. И тогда оно просто исчезает. Мое дыхание стабилизируется, и цвета исчезают. В конце концов, мир становится бледным, возвращаясь к нормальному состоянию. Тварь просто исчезла. Что это было? Я смотрю вниз, сжимая и разжимая кулак. Ничего из того, что я сотворил в соотношении Слендера, не осталось. Я осматриваю комнату в нероятном смущении. Нет, серьезно, что это была за чадорщина? Я не знаю, я должна знать. Ах, нет, черт. Я все испортил. Кто ты хотя бы? Тюльпан, меня зовут Тюльпан. Тюльпан Брукс? Да. Тогда кто? Я оборачиваю, чтобы посмотреть, как легко и быстро исчезают девушки с ныжницами. Да я не знаю, она была здесь с тех пор, как я еще умерла. Я открываю назад, опускаясь на пол и закрываю глаза. А это мы заканчиваем очередную серию про отчетивные визуальные новеллы. Румиша, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Айс и всем пока-пока.